Говоря об институтах развития, надо все-таки четко понимать задачу, которую решают институты развития. С моей точки зрения, хотя это как-то нигде в явной форме, по-моему, не говорится, но задачей институтов развития является развитие экономики. И вообще говоря, в стратегии инновационного развития определенным министерством и утвержденной правительством там есть определенные KPI по доле технологической экономики в ВВП страны. Это одна сторона. А другая сторона дела заключается в том, что работа институтов развития чрезвычайно сильно зависит от институциональной среды и инвестиционного и делового климата. Мы, кстати говоря, в том голосовании, которое здесь произошло, результаты которого очень близки моим собственным убеждениям, прекрасно это увидели. Если нет соответствующего инвестиционного климата, делового климата и базовых институтов, не препятствующих экономическому развитию, никакая работа институтов развития эффективной быть не сможет. Поэтому у меня в отношении презентации результатов исследования немножко двойственное чувство. Во-первых, у меня довольно много претензий и к методологии, и к конкретным, так сказать, данным. Там кое-что просто упущено, какие-то данные не совсем точные, но это не страшно, потому что это всё-таки ещё предварительная версия. По методологии у меня сложилось впечатление, что здесь мы всё рассматриваем с точки зрения пуш-модели, когда рассматривается, так сказать, линейная цепочка, там, наука, коммерциализация, бизнес. На самом деле технологический бизнес работает абсолютно не в этой модели. Он работает прямо в противоположной модели, когда всё идёт от запроса рынка, а наука в каком-то смысле создаёт бульон, питательную среду, из которой в интересах технологического развития и конкретной экономики, конкретных компаний, конкретных продуктов вытаскивается, очень незначительная часть, так сказать, выдёргивается тех, если угодно, научных открытий, которые составляют базу технологий, технологических продуктов, которые определяют собой развитие экономики. То есть я бы чисто методологически это рассматривал с прямо противоположной точки зрения, и, по-моему, это одна из проблем, которые существуют у нас в стране, и в этом смысле исследование, так сформулированное, эту проблему только усугубляет, а проблема, собственно, заключается в том, что мы не умеем слышать рынок. У нас, например, огромный спрос населения в нашей стране на высокотехнологичные продукты, а российская экономика этого спроса не обеспечивает, не обслуживает вообще. Ну, классический пример – это мобильная телефония, правильно? Когда там темпы роста и продвинутость в области использования мобильной связи у нас в стране существенно выше в общем мировых, и нет ни одного производителя инструментария, необходимых технологий для того, чтобы всю систему развивать. Вот российская экономика никак не скоррелирована с потребностями рынка, и это системная проблема, которую необходимо решать. Причём потребности рынка и российские, и национальные, но самое главное – глобальные. Вот в этом смысле то, что говорилось об интернациализации, я очень существенно поддерживаю и считаю это необыкновенно актуальной задачей, потому что в технологической современной экономике не бывает успешных продуктов и услуг, ориентированных на национальные рынки. Они всегда глобальны, потому что они обслуживают потребности людей, а потребности людей в общем практически одинаковы во всём мире. Так вот, несмотря на то, что у меня есть претензии, так сказать, к методологии исследования, я тем не менее практически однозначно согласен с его выводами, потому что то, что там говорится, те выводы и рекомендации, которые там есть, они совпадают просто там чуть ли не дословно с теми программами развития, которые мы выполняем. Мы уже в течение нескольких лет, как РВК, ежегодно проводим некое своё внутреннее исследование внешней среды, в которой мы работаем. Оно, естественно, не настолько масштабное, как то, что было проведено, но, тем не менее, вот в этом году мы проинтервьюировали, наверное, человек 60 из ведущих, с нашей точки зрения, экспертов из следующих категорий. Это были, во-первых, наши собственные стейкхолдеры, представители других институтов развития, министерства. Это были люди из венчурного бизнеса, и это были люди, руководители действительно российских технологических компаний. Кроме этого, мы ещё делаем интернет-опрос, открытый для всей нашей аудитории. Там на сегодняшний день у нас по исследованию этого года несколько сотен ответов, то есть порядок понятный. Но при этом задачи, которые мы здесь решаем, они немножко отличаются от этого исследования, о котором мы говорили, и вопросы другого типа. Так вот, зачем мы это делаем? Мы для себя хотим понять приоритеты текущего момента в работе на следующий год и посмотреть динамику изменения этих приоритетов. У нас исследование этого года ещё окончательно не завершено, мы его используем в процессе бизнес-планирования, но предварительные результаты уже понятны. Так вот, по нашим результатам финансирование не вошло даже в десятку приоритетов. А первые три приоритета, которые у нас озвучиваются практически всеми, это координация институтов развития, это стимулирование спроса на инновации, и это развитие экосистемы. Стимулирование спроса на инновации и развитие экосистемы, вообще говоря, это именно то, что зависит от институтов и делового климата, потому что другого существенного механизма стимулирования спроса, кроме создания высококонкурентной среды, на самом деле в природе не существует. Можно, конечно, принуждать к инновациям, но это очень частичный способ решения этой проблемы. А реально нужно всерьёз заниматься реформированием институтов, становиться более открытыми, более прозрачными. Известный факт, что одним из основных тормозов, и это в докладе было отмечено для инноваций, являются всякого рода ограничения, таможня, валютное регулирование, визы. Ну, господи, ну очевидные вещи. Если мы хотим повышать привлекательность России для науки, ну хотя бы на международные конференции, которые в России проводятся, сделать безвизовый режим или визу на границе для зарубежных учёных, приезжающих сюда. Ну, элементарная вещь. Футболистов, болельщиков мы пускаем, а людей, которые составляют мировую элиту развития, нужно месяцами эти визы получать. Позорище. Как можно надеяться на то, что Россия станет инновационным центром, если невозможно даже толком научную конференцию провести? Ну, это, извините, это один из примеров. Таких примеров сотни. И, на мой взгляд, там, в общем, весьма радикальные меры нужно именно в институциональном развитии применять. При этом поставлена задача, сформулирована в указе президента по переводу со 120-го места на 20-е место в течение 8 лет, уже 6-ти, да, по условиям ведения бизнеса. Там вот большое достижение, да, за последний год там почему-то мы передвинулись со 120-го на 112-е, если я правильно помню. Извините, нам осталось ещё 92 места, если не будут приниматься радикальные меры в абсолютно конкретные, с ограничением контроля, с открытием всего для привлекательности. Я не представляю себе, как это возможно сделать. У нас поставлена задача по созданию 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в экономике к тому же периоду. Какие могут быть высокопроизводительные рабочие места при той институциональной среде, при тех ограничениях на ведение бизнеса, которые здесь существуют. Извините, я уже об этом стал несколько эмоционально говорить, но вот у меня есть твёрдая убеждённость, что есть несколько абсолютно принципиальных и фундаментальных вещей. Никакое финансирование не будет эффективным, если не будет соответствующей деловой среды. То, что мы делаем сегодня с точки зрения финансирования, это выбрасываемые народные деньги.